МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости 24 расскажут о последних значимых событиях этого дня. В студии Махачкурбан. В селении Вачи Кулинского района прошел манджелис, именуемый вечером нравственности. В рамках операции МАК-2017 безработный житель села Самур попался на культивации конопли на своем приусадебном участке. О спорте и воспитании подрастающего поколения знает как никто другой тренер детско-юношеской спортивной школы лидер поселка Кихулай Мама Мамаев. Как воспитывается дух к победе, вы увидите в нашем сюжете. Накануне в райцентре Кулинского района в селении Вачи состоялось духовно-нравственное мероприятие «Вечер нравственности». В благодатном манджелисе приняли участие заместитель муфти Республики Дагестан Идрис Асадулаев. В рамках мероприятия состоялись викторины на исламскую тематику. Были исполнены нашиды, присутствующим показали социальные видеоролики. Помимо Идриса Асадулаева, перед собравшимися выступили полпред муфтиата Республики Дагестан в Центральном территориальном округе Абдулла Аджималаев, имам Кулинского района Мухаммад Вакиль Дадаев и другие религиозные деятели. Обращаясь к собравшимся, Асадулаев передал слова приветствия от имени муфти Республики Шейха Ахмада Афанди, поздравил присутствующих с прекрасным манджелисом нравственности. Также он рассказал верующим о смысле жизни мусульманина, поклонении Всевышнему, важности проявления благого нрава и милосердия по отношению к окружающим. Крупную партию марихуаны изъяли полицейские в Маграмкенском районе Дагестана. Около 60 кустов конопли выращивал на приусадебном участке житель села Самур. Далее материали наших коллег. Безработный житель села Самур, 1975 года рождения, был задержан в собственном доме, после чего был доставлен в отдел МВД. Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно-поисковых мероприятий, проводимых в рамках операции МАК-2017. В доме у задержанного полицейские обнаружили семь мешков до краев, набитых марихуаной. Наркотические средства фермер выращивал также и на приусадебном участке. В общей сложности сотрудники МВД насчитали около 60 кустов. По данному факту, вследственным отделением отдела МВД России по Мурангенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных в части 2 статьи 228 и части 1 статьи 231 уголовного кодекса Российской Федерации. Расулов Шакир Сабирович задержан в порядке статьи 91 уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении Расулова меры пресечения в виде заключения под стражу. Гамзат Нурмагомедов сегодня поделится короткими новостями. В Дагестане 9-летняя девочка успела вынести из горящего дома двоих детей. ЧП произошло накануне в селе Бабайюрт. Мама Миланы Исуповой отправила ее к соседям забрать домашнюю утварь. Когда девочка подошла к дому, она увидела валивший из его окна дым. Загрелась одна из комнат на втором этаже. Как позже признала школьница, первым желанием было просто убежать. Но вдруг она услышала голос детей, которые звали на помощь. Девочку приставят к награде, которую вручат на фестивале МЧС России созвездие мужества. Врачи Дагестана научились предотвращать инсульт. Сразу же после операции больной станет лучше видеть и слышать, а также забудет про бесконечное головокружение и одышку. Хирурги удаляют у больного участок сосуда, поврежденный атеросклерозом. Благодаря этому кровоснабжение мозга полностью восстанавливается. Результат заметен уже сразу после проведения операции. Из больничной палаты его выпишут буквально через три дня. Кирпичный завод в селении Лак-Лак-Кюрт Хасартовского района работал на ворованном газе. Установлено, что похищено свыше пяти миллионов кубометров газа. Сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками Газпром межрегион газ Махачкала выявили нарушение. По данному факту собран материал для возбуждения уголовного дела. В Дагестане отработали тактику танковой карусели танкисты вели огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника. Беспрерывно с места при фронтальном и фланговом движении в рамках одного заезда по маршруту. Боевая подготовка спланирована таким образом, чтобы охватить все основные способы ведения боя танковым подразделениям в наступлении обороны в дневное и ночное время суток. В Махачкале 22 сентября впервые пройдет отборочный тур чемпионата по чтению вслух. Правила просты. Участники в течение одной минуты читают отрывок из художественного произведения. Набравшие наибольшее количество баллов участники выходят в следующий тур. Победители становятся участниками финала, который пройдет в Москве. Цель каждого тренера – воспитать чемпионов и помочь им достичь всех высот в спорте. Тренер детско-венушеской спортивной школы «Лидер» поселка Кяхулай Мама Мамаев ставит перед собой не только эту цель. Для него еще важно и то, какими станут людьми его подопечные. Поэтому он работает над их воспитанием, учит почитать родителей и уважительно относиться ко всем окружающим. Житель поселка Кяхулай Мама Мамаев столь молодом возрасте уже имеет титул чемпиона мира и Европы, а также множество международных и российских турниров. Под руководством известного в Дагестане тренера по кикбоксингу Шамиля Кадеева он достиг немалых высот в спорте. Сегодня, став тренером, он намерен весь свой накопленный опыт передать подрастающему поколению. «Когда начинаешь детей тренировать, ты смотришь на каждого ребенка и в каждом ребенке ищешь что-то, конечно, то смотришь и думаешь, что бы ему дать, какую правильную работу ему дать, на что ребенок способен, талантливый ребенок. Бывают дети талантливые, бывают дети неталантливые, но у них есть, бывает же, просто кипит желание, чтобы выступать». Тренировки Мамаева заключаются не только в отработке ударов. Как тренер, он работает с детьми психологически, проводит с ними поучительные беседы и даже следит за их учебой, требуя с них читать побольше книг. Как говорит он сам, для него не столь важно натренировать подопечных, а сделать их воспитанными и мужественными людьми. Вместе один раз, две недели один раз, бывает такой процесс, вот дети приходят на тренировку, переоденутся, сделают размыв, они садятся и я, допустим, с ним веду уже определен какой-то диалог, да, как нужно себя вести, как, к чему нужно стремиться. Помимо, как бы махать руками все не заканчивается, есть много других моментов тоже. Не все заключается тем, чтобы ребенок умел махать руками, ногами, нет, этим все не заканчивается. Ребенок должен развиваться во всем, я бы сказал, да. Все маленькие спортсмены спортшколы «Лидер» лестно отзываются о своем тренере. Многие родители отмечают его чуткий и индивидуальный подход к каждому ребенку. Придя в этот зал, дети уже не хотят идти на другие тренировки. Мне лично тренировки, как тренируют, как готовят детей, нравится. И кроме тренировок он с ними и занимается психологически, там, что хорошо, что плохо, детям объясняет. Лично моему сыну нравится, как тренер, этот, Судаха. Я многие места предлагал своему сыну, он нет, говорит, только, говорит, Мамаева, мама, хочу, говорит, идти только и сюда. У подопечных Мамаева уже неплохие результаты в спорте. Некоторые из них уже стали призерами российских и республиканских турниров. В будущем они намерены достичь еще больших успехов. Стоит отметить, что из Кахуайской школы кикбоксинга вышло немало выдающихся спортсменов, занимавших самые высокие места. Может быть, в будущем воспитанники тренера Мамаева Мама также будут прославлять этот зал в мире спорта и не только. Абдул-Алиф Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Выпуск подытожит курс валюты на завтра. Доллар 57 рублей 53 копейки и евро 68 рублей 58 копеек. Смотрите также нас на сайте nnttv.ru. Я желаю вам позитивного настроения и приятного отдыха. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин